всем привет меня зовут александр это канал гараж мастер я опять нахожусь под машиной а значит видео сегодня пойдет о машине а точнее о ремонте сегодня я покажу как менять фильтр на chevrolet blazer 95 года не знаю почему-то почитал комментарии на многих форумах для многих это какая-то довольно таки большая проблема сразу скажу здесь ничего сложного нету и в процессе сейчас вам все покажу и так что мы имеем по факту у нас есть коробочка 4l60 старого образца то есть у нее как можете видеть в поддоне нету никаких сливных отверстий то есть она крепится по корпусу при помощи болтов их очень много и чтобы снять ее надо естественно открутить все болты но есть одна маленькая проблемка вот в этом месте в задней части коробки где коробка соединена с раздаткой как бы вам это показать поудобнее вот так здесь из-за крепежа подушки на которой крепится сама раздатка находится три болта и к ним очень сложно будет подобраться то есть для этого нам надо будет снять балку опять же ничего сложного в прошлом видео я показывал какие это дело к тому же с новыми вот этими отверстиями там болт не будет проваливаться все скручивается довольно таки легко единственное что я натяну здесь стропу чтобы снять нагрузку то есть эта стропа будет раздатку придерживать снизу за место этой поперечины и в принципе все а да кстати выхлопную систему здесь снимать не обязательно потому что как можете видеть если сбоку так покажу то есть здесь свободно можно залезть как карданчиком так обычной трещоточкой и все это откручивается вот таким образом я натянул стропу то есть от правого торсиона к левому торсиону и в этом месте как можете видеть она под натяжкой сейчас под нагрузкой она держит раздатку теперь можно смело откручивать болты которые стоят на подушках два болта с правой стороны вот там вот они и два болта с левой стороны после этого можно ее снимать и дальше уже покажу что будет происходить ну вот в целом там не стал показывать как откручиваете 6 болтов я не думаю что они достойны какого-то особого внимания вот о чем я и говорил сейчас сейчас снята где-то свет чтобы вам показать поперечная рама который является крепежом сейчас нагрузка весах раздатки и коробки вот на этом ремне то есть здесь все у нас безопасненько и вот теперь мы можем спокойно открутить вот эти три болта про которых я и говорил единственное единственное здесь когда буду откручивать надо будет в этом месте где тросик крепится отстегнуть тросик но я думаю это вообще не составит никакого труда потому что один из как бы показать это один из крепежных потом один из крепежных болтов коробки он же является и крепежным болтом для рамки тросика то есть вот для вот этой вот штучки что нам надо сделать будет то есть там открутить на 13 тот ту самую гаечку которая крепится этот тросик здесь вытащить вот этот стопор вытащить тросик и дальше продолжить откручивать все болты в чем вообще заключается сложность замены фильтра на этой коробке в том что как я уже и говорил здесь нету сливного отверстия для того чтобы слить масло нам нужно будет снять саму коробку то есть не коробку нижнюю часть поддона сейчас здесь коробка полное масло следовательно нам надо ее слить для этого я буду постепенно откручивать точнее даже не откручивать а ослаблять крепежные болты и потом при помощи вот такой вот штуки которая не влазит у нас ладно сейчас я лейку заменю просто поставлю емкость и буду собирать это масло как это будет сейчас происходить я вам покажу только лечку заменю чуть-чуть не рассчитал начну я откручивать болты которые находятся сзади объясню почему потому что сейчас машина у меня стоит под уклоном и следовательно масло все стекло в заднюю часть машины берем головку на 13 и начинаем откручивать сразу держим на готове емкость потому что масло нынче дорогое и зачем лишний раз экологию загаживать болтики откручиваются очень легко выглядят они вот так вот то есть небольшие как можете видеть я сейчас открутил по периметру гайки и точнее болты и как я говорил сейчас машина под уклоном и масло начало стекать в заднюю часть конечно полностью все масло не вытечет но согласитесь легче будет когда здесь будет 2 литра не скажем 5 литров поэтому сейчас она медленно стекает в емкость остается только ждать когда она перестанет вытекать можно будет дальше продолжать снимать поддон тут я уже снял тягу причем я не стал откручивать снял ее с шаровой вот здесь тросик уже отсоединил и теперь можно спокойно откручивать остальные болты сейчас поддон держится ровно на трех оставшихся болтах там где-то по ощущениям примерно литр масла но это уже не так страшно сейчас буду окончательно все снимать ну и финальный болт и все внимание снимаю поддон немного мешает выхлопная система но это все из-за того что у меня здесь стоит немножко другой конструкции развилка поэтому на другой модели снималась очень легко сейчас я на флянце ослаблю один болт чтобы труба была более подвижна и спокойно уже сниму поддон ну вот и все вот она наша коробочка вот он снятый поддон и уже снял фильтр и вот это резинка прокладочная теперь осталось поставить все новое и закрутить обратно единственное моем случае мне пришлось чуть-чуть ослабить пружинки на фланцах выхлопной системы чтобы она более была подвижна она у меня очень жестко было поэтому не снималась вот и все ну а также в суматохе совсем забыл показать где стоит фильтр он ставится вот в это отверстие которое находится в передней части под масляным насосом фильтр вставляется в специальную втулочку в этой втулочке есть сальник кстати эта втулочка с сальником уже идет в наборе вместе с фильтром но на самом деле меняется крайне редко только из-за сильного износа этого сальника ну а далее в сборке не вижу смысла показывать ее так как поменял фильтр поставил на место поддон все это закрутил залил масло проверил и поехал как говорится всем спасибо за просмотр надеюсь это видео для вас было полезным так что не забывайте ставить лайки подписываться на канал на группу вконтакте также не забывайте комментировать это видео может быть я что-то упустил все это мы с вами сможем обсудить еще раз всем спасибо за просмотр делайте хорошие вещи своими руками всем пока